В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие 8-й международной летней школы по правам человека «Права человека для новых поколений» в рамках межуниверситетской магистрской программы «Международная защита прав человека». Все подробности в сюжете. В торжественной церемонии открытия принимали участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ответственный за реализацию магистрской программы по правам человека в России Рашид Алуаш, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Альнашев, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, омбудсмен по республике Татарстан Саря Сабурская и другие приглашенные лица. Я очень рада, что 8-я летняя школа, посвященная правам человека, открылась и именно на территории Казанского федерального университета, имеющая не только всероссийскую, но и мировую известность. Университет, который создавал школу прав человека, начиная с 19 века. Университет, который имеет, в отличие от очень многих других вузов, научно-образовательный центр по правам человека международному праву. Первая летняя школа по правам человека прошла в 2011 году в Российском университете дружбы народов. В ней приняли участие всего на тот момент 46 слушателей из 8 стран мира. Постепенно расширялась география проведения школы, которую принимали университеты Екатеринбурга в Воронеже Перми. В 2015 году на базе юридического факультета Казанского университета прошла третья летняя школа по правам человека. Для участия в ней на сайте консорциума зарегистрировалось более 200 студентов, представляющих вузы из различных регионов Российской Федерации. В целом мы очень рады, что вот уже второй раз на площадке нашего университета проводится эта летняя школа. Третняя летняя школа сегодня восьмая. Наши проекты, они будут масштабироваться не только на уровень высших учебных заведений, независимо от факультетов, предметных областей, но и на уровень школы. Ректор Казанского университета отметил, что летняя школа – это прекрасная возможность для обмена полезной информацией относительно актуальных проблем международного права. Возможность поделиться знаниями и существующими практиками. Восьмая летняя школа по правам человека станет местом проведения пленарных лекций, семинаров, презентаций, круглых столов, фестивалей фильмов о правах человека-сталкер. И конкурсы моделей Европейского суда по правам человека на английском языке.